Добрый день, уважаемые друзья, подписчики. Я еще нашел интересное видео для вас. Небольшие статейки. Называется журнал 62 года, номер 3. Поющая плодная матка. Обычно поют матки неплодные, а тут почему-то плодная попалась. Ну, она небольшая статейка, мы выслушаем, посмотрим, в чем же причина. Известно, что поют только молодые неплодные матки с еще неразвившимся яичниками. Поют не только роевые и свищевые, но и искусственно выведенные неплодные матки. Все они поют. В пчеловодной литературе описано лишь несколько случаев пения старых плодных раевых маток. Оказывается, такие случаи были. Случай, свидетелем которого я был, редкое и интересное исключение из биологических закономерностей пчелиной семьи. В 61 году мне довелось слышать и наблюдать пение плодной матки рождения 60-го года. То есть год матки уже прошел. В прошлом году, 30 мая, осматривая семью с поместными грузинскими пчелами, я обнажил 7 мисочек с трехдневными яйцами. Семья пришла в роевое состояние и плохо отстраивала соты на искусственной овощине. 5 июня ожидаемый рой не вышел. В этот же день я осмотрел семью и обнажил 7 печатных маточников. Из низда слышалось пение матки. Это дало основание предполагать, что ранее мною был пропущен один из более зрелых маточников, из которых уже вывелась молодая матка. И что семья собирается отпустить певчий первак, то есть первый рой, выходящий с молодой неплодной маткой, так как старая плодная погибла. Создалось впечатление такое. Мы тщательно осмотрели семью. Никаких признаков распечатанных маточников не обнаружили, а нашли немного открытого расплода, среди которого был и однодневный засев, и, наконец, саму поющую матку, совсем не похожую на молодую неплодную. Факт пения плодной матки показался мне настолько маловероятным, что я решил понаблюдать за ее дальнейшим поведением. Для этого поместил ее в отводок на четырех рамках, с которых удалил маточники и мисочки, и совсем не дал открытого расплода. Переданную в отводок поющую матку пометил. 6 июня на другой день после слета из отводка летных пчел матка продолжала петь, а на сотах было девять вновь отстроенных мисочек с однодневными яйцами. 7 июня матка больше не пела, но ходила по сотам без свиты и питалась самостоятельно, как неплодно. Пчелы не обращали на нее внимания. 8 июня отношение к матке несколько изменилось. Отдельные пчелы стали оказывать ей признаки внимания, а 9 появилась свита и засел. То есть вот такая вот небольшая информация, вам должна быть понятна и вы должны знать ее, что бывают и такие случаи, чтобы человек был очень внимательный, потому что если не знаешь, то можешь подумать, что что-то не так. Еще и небольшая статья называется «Известь для борьбы с гнильцом». Пчеловодством я занимаюсь 16 лет. Пасеки, окружающие мой тачок, поражены гнильцом. Не смог и я уберечь своих пчел от этой болезни. Какие были меры, я не применял, какие бы меры желаемого результата достичь не удавалось. Тогда я решил продезинфицировать не только улья, инвертарь и прочее пасечное оборудование, но и самих пчел. Обожженный, хорошо вымытый улья изнутри тщательно обмазал раствором извести средней густоты. Ну, я думаю, знают, из ракушечника делают известь. Вот. Я жил в Ростовской области и в других местах. И подбеливают деревья. Вот. После того, как известь хорошо высохло, стенки и дно уля слегка потер сухой тряпкой до образования порошка. Само собой разумеется, что землю и колочки под улем каждой больной семьи тщательно дезинфицировал. Подготовленный таким образом улей ставил к одной стороне по три пустых соты от здоровых семей, после чего переселял больную семью. Вначале отыскивал матку. Вместе с частью пчел осторожно сметал ее на пустые соты. А пчел со стальных рамок поочередно стряхивал к противоположной стенке улья. Здесь они изрядно пачкались в порошке и извести, прежде чем попадали на соты. И, как я полагаю, дезинфицировались. Улей каждой такой семьи на ночи помещал по рамке с кормом от совершенно здоровых семей. Гнезда тщательно утеплял. Спустя сутки каждую подопытную семью осматривал. При этом оказывалось, что пчелы работали активно. Следов извести на дне и стенки в июле не было. Вскоре и матки приступали к кексикладке. При самых тщательных осмотрах расплода признаков болезни не было ни в тот год, ни в последующий. Считаю, что искренний гнелец мне удалось только благодаря применению извести. кексикладке. Итак, друзья, вот такая информация поступила. Возможно, работает, но можно проверить, это несложно. Еще небольшая статейка о медоносе. Мордовник. Естественно, об этом говорил Кашковский на своих лекциях. Или ежовник шароголовы многолетнее растение семейства сложноцветных высотой до двух метров распространен южной и средних полосах европейской части ссср в западной сибири и средней азии московской области цветет с июля по сентябрь продолжительность цветения 50 60 дней сильный медонос культуре хорошо растет рекомендуется равневесенний посев придавок при рядовом посеве и ширине между ряде в 60 сантиметров на один гектар требуется 10-12 килограммов семян при квадратно-гнездовом 5 килограммов зацветает мордовник на второй год жизни медицинскую ценность представляет семена мордовника которые собирают период их зрелости из семян получать препарат ахинопсин применяемый для лечения некоторых нервных заболеваний сопровождаемых параличами и так друзья вот такая вот небольшая статейка о медоносе я такой медонос посадил в первый год он не зацветает он очень медленно всходит так знаете небольшие такие листочки вот наподобие молочая как говорится растет небольшой но на второй год он растет хороший до двух метров шарообразная у него вот такая небольшая шарообразная такая с мелкими с мелкими так сказать цветочками пчелы берут можно посадить как говорится у себя на участке иметь недалеко где у вас там так сказать он сама засел может сеется к осенью падают новые семена и уже дают сходы на следующий год они уже могут приносить плоды и так он постоянно и от корней как говорится растет до встречи подписывайтесь ставьте лайки жду ваших комментариев сверху вы можете нажать на белый кружочек и посмотреть какие видео есть еще снизу на колокольчик нажмете и следующее видео которое будет выходить автоматически будет оповещаться вас через youtube до свидания и